Добрый вечер на РБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. В Башкортостане в следующем году запустят грантовую программу для закупки предприятиями, комплектующих для производства беспилотников. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Александр Шельдяев. На поддержку таких компаний в следующем году направят 190 миллионов рублей. Средства уже заложены в бюджете Республики на следующий год. По словам Шельдяева, гранты производителям беспилотников крайне нужны, поскольку такая техника применяется в спецоперации на Украине, а также удовлетворяет нужды компании нефтяной и газовой промышленности. Вновь создаваем компанию «Гиосконфа», информационные, интегральные роботизированные технологии, которые благовещенские, ребят, и им не хватает красооборотки, оборотки, чтобы производить. То есть, понятно, мы на оборудовании говорим, вопросов нет, берите деньги в ФРП, но вот с учетом того, чтобы закупить эти комплектующие, которые сегодня мы, честно говоря, еще не все импорты заместили. Поэтому принято было решение сделать новую программу. Напомню, авиационный кластер Башкортостана в начале декабря включен в реестр Минпромторга России. Сейчас такой статус умеют еще два кластера Республики – промышленный и мебельный. Еще два – машиностроительный и агропромышленный – получат его в ближайшие дни. Башкортостан в ближайшее время подаст заявку на участие в проекте Евразийского экономического центра. Об этом сообщила глава Центра отраслевой экономики Минфина России Инна Рыкова. Предполагается, что после всех доработок заявку подпишет Ради Хабиров, после чего она будет направлена в Министерство экономического развития России. По плану в Евразийский экономический центр войдут Башкортостан и шесть соседних с ним регионов, чьи разрозненные производства и компетенции могли бы сформировать общую кооперационную цепочку поставок с добавленной стоимостью. Предполагается, что благодаря усилиям нового центра за пять лет эти регионы заработают от полутора до двух с половиной триллионов рублей, 300 миллиардов из которых составит бюджетный эффект, создадут более 40 тысяч новых рабочих мест. Кип Евразийский экономический центр, как зонтик, должен собрать под себя имеющиеся все меры господдержки, и только потом должны появиться новые инструменты, они уже прописаны в стратегии пространственного развития, как межрегиональный инвестиционный контракт, так называемый МРИК, и трансграничный инвестиционный контракт, так называемый ТРИК. Это уже заложено в стратегии пространственного развития. Ключевыми отраслями, на развитие которых будут направлены усилия Евразийского экономического центра, станут машиностроение, химпром, сельское хозяйство, медицина, туризма, логистика. 137 миллионов рублей выделят в следующем году на реализацию программы сертификатов для частных детсадов. Об этом на круглом столе РБКО ФА по развитию социального предпринимательства рассказал первый замминистра образования и науки региона Ильдар Мавлитбердин. По его словам, за три года действия программы, когда нуждающиеся семьи получают сертификаты на компенсацию расходов на частные детские сады, принесла свои результаты. Сейчас в регионе доступность дошкольного образования достигла 100%. Коммерческие учреждения на эти деньги могут закупать методические программы, книги, игрушки и предметы быта для полноценного воспитания дошколят. Кроме того, с начала следующего года в рамках участия Республики в пилотном проекте Минфина страны социального заказа жители вновь смогут получать аналогичные сертификаты и для дополнительного образования спортивных секций и детского туризма. Сфера доп. образования активно развивающаяся, и мы понимаем, что без государственного сектора, без НКО мы эту задачу выполнить просто не сможем. Сейчас персонифицированные финансированные сертификаты в сфере доп. образования введены в действие. Мы видим, что очень большая есть сфера для нашей работы, потому что тех частных организаций в сфере доп. образования недостаточно. Порядка 30 тысяч детей сейчас получают эти сертификаты. По мнению участников Круглого стола, роль социального предпринимательства после начала специальной военной операции выросла. Изменилась и структура этого направления. Сейчас все больше предпринимателей отдают предпочтение таким направлениям, как волонтерство, поддержку участников СВО и членов их семей. При этом спрос на услуги, несмотря на снижение покупательской способности населения, в некоторых случаях вырос. В 23-й год по конца апреля у нас стоп на продаже. У нас заполнены абсолютно все группы. То есть мы занимаемся культурным, умным, социальным досугом для людей зрелого возраста. У нас заполнены все группы. Мы не то что не ощутили на себе. Мы, можно сказать, еле справляемся и планируем открывать еще два центра. Предприниматели высказали пожелание, что в связи с ростом задач социального бизнеса должна расти государственная поддержка таких компаний. Формат единого пособия на детей и беременных женщин появится в стране в следующем году. Он объединит пять действующих мер господдержки. Речь идет о выплатах для женщин и детей в семьях со средним доходом ниже прожиточного минимума. На эти цели в бюджете уже предусмотрены 1 триллион 700 миллиардов рублей. Размер пособия составит либо 50, либо 75, либо 100 процентов регионального прожиточного минимума. Оно объединит в себя пять действующих уже на сегодняшний день различных пособий. Начиная от пособия по беременности, это когда у нас женщины получают пособия, те, которые встали до 12 недель. Затем это пособия на первого и второго ребенка. Это пособия, которые у нас уже сейчас получают на третьих детей, которые родились после 2017 года. И это действующие пособия на детей от 3 до 7 лет. И пособия, которые в этом году введены на детей от 8 до 17 лет. Вот все эти пособия теперь можно будет получить, подав одно единое заявление. В профильных ведомствах отмечают, что заявления жители страны могут подать на госуслугах в МФЦ, либо лично в клиентской службе социального фонда. В пенсионном фонде отмечают некоторые из выплат. Это новшество этого года. По линии пенсионного фонда мы выплатили уже пособии от 8 до 17 лет на 163 тысячи детей республики. Кроме этого беременных женщин почти 15 тысяч наших клиентов. Заявителям, решившим перейти на новый единый формат выплат, могут отказать только в случае, если переход будет для них невыгодным. Единое пособие не должно быть меньше совокупного размера прежних выплат. В Госдуме предложили субсидировать до половины первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведении частного дома. Такую инициативу депутаты Госдумы направили на анализ в правительство страны. Предлагается субсидировать не более 900 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тысяч в других регионах. Также в письме предложено расширить семейную ипотеку. За каждого рожденного ребенка снижать ставку по кредиту на 1% пункт. Сейчас она равна 6%. Сегодня первоначальный взнос, как правило, составляет 15% от стоимости жилья. Квартиры в новостройках массового сегмента в Уфе в среднем стоят от 3,5 до 6 миллионов рублей в зависимости от расположения. Напомню, государственная поддержка при накоплении средств на первый взнос по ипотеке действует в Башкортостане в рамках программы «Жилстройсбережение». Республика начисляет на специальный банковский счет от 3 до 10 тысяч рублей ежемесячно поверх внесенных гражданином аналогичных сумм. Накопление длится от 3 до 5 лет, после чего его можно использовать в качестве первого взноса при покупке квартиры по льготной ставке. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.